Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery 4 2011 года выпуска Двигатель 2.7 турбодизель Автомат, полный привод Пробег на автомобиле 141 тысяча километров Заменен на нем масло в двигателе Также воздушный, масляный и салонный фильтр И попутно на масляном фильтре покажу нюанс, который бывает приводит к кончине двигателя Несколько раз слышал сейчас от людей, что после замены масла умирал у них двигатель У одного, у другого, ну в разных городах притом Вопросы задавали, как это происходит Ну и перед тем, как автомобиль на подъемник ставить Я ставлю замок, нажимаю и держу Вот режим замка встал Теперь можно поднимать на подъемнике, на домкрате Но в принципе здесь на Discovery, на третьем, на четвертом, насколько я знаю Даже вот этот режим домкрата Если его не соблюдать, вроде бы он все равно отрабатывает нормально Но лучше не испытывать судьбу и баллоны, чтобы остались целые Ставить каждый раз на режим домкрата А после того, как его обслужим автомобиль, опустили с подъемника Его уже можно обучить, вывести в режим Подержать и уже в нормальный режим вывести Нормальный режим, это вот она загорается, полосочка у нас Это средний режим Если мы его поднимем максимальный, это Off-Road режим Опять же, это не новость никому Но, тем не менее, лучше соблюдать эти режимы Ладно, глушу Открываю капот и занимаемся Двигателем я пока еще не занимался Здесь пыльненький, грязненький Поэтому чуть позже я его отмою и очищу Снимаю маслозаливную пробку Здесь, чтобы крышку поднять, надо снять пробку А чтобы не попала туда пыль, надо поднимать крышку, аккуратно не дергать Фильтр у нас стоит сверху Вот он, колпак Чтобы пыль не попадала, пока пробочку закрою Масло залито на 5 миллиметров выше верхней риски Я буду заливать тоже, точно так же Вообще, уровень рассчитан от шарика до шарика Это типа направляющей Но лучше заливать чуть-чуть выше максимума Беру головку на 32 Поднимаю колпак Колпак снимается вместе с фильтром А на фильтре есть вот эта соска И все нюансы происходят как раз вот с этой соской С пипочкой Которая вставляется И при неправильной установке Ее загинают Идет масляное голодание И двигатель стучит Сейчас добавлю света И экспресс-самены масла Откачаю из колбы масла Показать, как она выглядит внутри Посадочная часть, куда фильтр встает Сейчас экспресс-самены масла Вакуумом откачаю Масло из колбы Масло из колбаса КОНЕЦ Теперь можно показать и рассказать Вот оно место, куда вставляется эта пипочка Здесь, как видно, есть ограничитель для ввоза И когда ставится фильтр в колпак, он прокручивается, попадает сюда и заходит Но иногда мастера бросают фильтр масляный сюда и сверху начинают закручивать колпак И вот это приводит к тому, что эту сосочку, ее просто сминают Вот таким образом Сейчас возьму фильтр Фильтр новый, оригинальный, 13-11-289 Что делаю я? Я также ставлю сюда фильтр, но я его прокручиваю Вот фильтр попал в эту пинку И вставляю его По мануалу написано, фильтр вставляется в колпак и с колпаком потом закручивается Также в комплекте идет уплотнительное кольцо новое на колпак Я сейчас мою колпак, устанавливаю кольцо и закручу Колпак я помыл Устанавливаю новое уплотнительное кольцо резиновое на колпак И перепроверяю его, чтобы оно стало ровно, не перекручено Смазываю его силиконом Кольцо я смазал силиконовой смазкой, можно смазать маслом моторным Я помню его вводу Парапочку Огон Парапочку Парапочку Использую кольцо Сип Парапочку Парапочку Субтитры сделал DimaTorzok Все, фильтр установлен Теперь поднимаю автомобиль, сливаю масло Можно было откачать экспресс заменой масла, но я солью Ну а пока сверху я заменю воздушный фильтр Ну воздушный фильтр поменять тут вообще 2, как говорится, 2 минуты делов Откручиваем 7 саморезов По периметру Что радует, что крышка здесь герметично установлена Так, саморезы открутил Поднимаю крышку и вытаскиваю фильтр Фильтр стоял Мелес-мелес, молодая Ну и довольно таки в немертвом состоянии Грязненький, но не мертвый Смотрю, что там творится под крышкой А под крышкой творится грязное Затыкаю воздуховод и продуваю компрессором Геру тряпку Затыкаю Выход в дроссель Затыкаю воздуховод и продуваю компрессором грязи было много похоже там давненько никто не продувал беру новый фильтр новый фильтр будет оригинальный по PHE 3.0 112 в оригинале что масляный что воздушный идут маны здесь в принципе а нет здесь не написано ман и номера нет мана а нет вот номер быстрее всего мановский c3196 поправляю и закрываю закручиваю все 7 саморезов сильно затягивать не надо корпус пластиковый обидно три самореза сорваны подтягивать подтягивают но со временем надо будет заменить нижнюю часть корпуса опять же недоработка мастеров поднимаю автомобиль поднял и увидел что нету крышки защитной которая закрывает буксировочную петлю и нету ее уже давно потому что на радиаторе радиатор интеркулера есть повреждение он не пробит и ничего но на решетках есть повреждение это говорит о том что отсюда прилетали камни так что надо мне еще заказать будет крышку сюда закажу потом покажу уже когда буду устанавливать сейчас снимаю защиту чтобы слить масло попробовал будет открутить и ничего не получается я так чувствую сейчас оторвется а потому что они затягивают и откручивают пистолетом это куда-то болт закручивать и закажу болты заменю их потом на защиту сейчас откручиваю сливную пробку головка на 13 вот на удивление порадовали пробку не перетянули обычно пробку так затягивают что ее потом открутить невозможно хотя возможно что пробку и не откручивали масло меняли всегда экспресс-заменой масло черное масло с перепробегом я маслом менять буду каждые пять тысяч вот такое черное масло кто-то скажет для дизеля это нормально при нормальной замене и у дизеля так масло не марается ладно сливаю все масло стекло закручиваю на место пробку и хочу сейчас показать еще такой момент может быть я этого не знаю не подскажете смыл обычный очиститель карбюратора а показать хотел вот это вот вот масса с раздатки и она приклепана при том шевелится на экран мое предположение что она должна быть прикручена на один из этих болтов быть а ее прикрепали на экран если кто знает подскажите сейчас пока я трогать не буду залезу посмотрю и перекручу правильнее будет чтобы она на кузов была не на экран ладно ставлю защиту и опускаю автомобиль защиту устанавливал и обратил внимание хорошее дополнение сделали на дискавери 4 владельцам дискавери 3 можно принципе это подчеркнуть здесь для охлаждения чтобы воздух горячий от двигателя отходил а не шел через коробку сделали проставочки и защиту при опустили сантиметр наверное на 4 сделав вот такое окно для охлаждения в принципе интересное дополнение и решение опустил автомобиль заливаю масло смело заливая 6 половина литров масло буду использовать оригинальное которое идет для ландровера кастроловская идет только литровая фасовка а 5 5 в 30 номер для заказа так номер для заказа идет 156 f 9 d голограмма я смотрел отличная пломбочка на пробке крашена краской краска не затирается ну и также есть книжка европейская ну и еще такая маленькая фенечка пробочка золотинкой закрыта заливаем масло как обычно и в конце работы прохожусь по памяти что сделал что не сделал и если вы смогли заметить особо внимательно я думаю это уже заметили обратили внимание на то что я не вытащил тряпку когда продувал корпус воздушного фильтра и закрыл воздуховод и тряпку это я не вытащил откручиваю и вытаскиваем это как раз говорит о том что когда делается что-то в спешке или отвлекаешься на что-то ты забываешь какие-то моменты но чтобы потом вовремя исправить свои ошибки либо в процессе ремонта мониторишь ход произведенных действий либо перед тем как уже запустить ты опять же мониторишь ход как это я обычно делаю так это сделал это сделать это сделать это сделал вот это не сделал и и успеваешь все доделать и все сделать так же вот произошло и с этой тряпкой можно было не обострять не заострять на этом внимание но если есть ошибка то нужно ее показать и нужно ее исправить вот на затягиваю все крышку я притянул продолжаю дальше наливать масло как налью запустим двигатель дадим ему подститься а потом проверим уровень масла все забил ее 6 половины литров масла чуть чуть больше закрываю пробку запускаю двигатель запускаю двигатель пока давление поднималось цикотание компенсаторов было давление поднялось цикотание улучшило работает мягко сейчас глушу даю маслу стечь а пока масло стекает заменю соломный фильтр открываем пассажирскую дверь открываем бардачок из двух сторон вот такие есть направляющие сверху с одной стороны и с другой стороны сверху их прижимаем крючки вот они не вот такие вот крючки вот прижимаются и все бардачок снимается но не снимается опускается вниз чтобы его полностью не бросать потихонечку опускаем и он углом упирается в палас открываем крышку по бокам с правой стороны нажимаем на стопор и снимаем ее вытаскиваем салонный фильтр ну фильтр регулярно менялся он грязненький но не смертельный стоит тоже милс милис какой-то салонному фильтр у меня требования не особо большие поэтому я здесь особо не раскошеливался взял фильтр фирмы zekert и f3026 к угольный менять его будут также так и масляные воздушные фильтра каждые 10 тысяч а масло буду менять каждые 5 тысяч фильтр угольный и исполнение у него довольно таки тоже тоже качественное пошло устанавливаю на место поднимаю вверх и закрываем крышку поднимаю защелкиваю бардачок теперь измеряю уровень масла и вот по щупу видно масло по верхнюю бабушку 6 литров это именно по верхнюю то есть 6 половиной вот блестит 5 миллиметров тросик вот если на свету играет я не знаю видно не видно но на шарике точно видно что шарик полностью и 5 миллиметров тросика но масло вот видите залью двигатель поработал а масло не черное так что вот так вот нужно заливать 6 половиной литров масла закрываю крышку и на этом замену масла масляного воздушного и салонного фильтра я закончил всего вам доброго так что вот и все